Щелковский духовой оркестр опять удивил. Музыкальный коллектив театрально-концертного центра Щелковский театр одну за одной представляет слушателям новые программы, а заодно и себя каждый раз в новом амплуае. Мы уже рассказывали о бандшлаге, который дважды вызвали рок-хиты в исполнении трубачей, флейтистов и саксофонистов. А теперь оркестр обратился еще к одной мировой музыкальной религии – джазу. Концерт приурочили к Международному женскому дню и назвали «Джаз для вас». Музыкальный букет, который оркестр преподнес прекрасной половине человечества в этот вечер, был составлен из популярных джазовых композиций и мировых хитов от Фрэнка Сенатора, Глена Миллера, Луи Армстронга, Дизи Гелеспи и других корифеев джаза. Свои чувства, эмоции и, конечно, талант в их исполнение вложили музыканты оркестра. Красивые джазовые истории о любви, весне и вдохновении рассказали солисты Екатерина Марахотова, Екатерина Мелехова и Алена Белоусова. Родиной джаза считается Новый Орлеан. Здесь в конце 19-го, начале 20-го веков смешение европейской и африканской культур, рас и мировых музыкальных традиций стало основой для появления нового музыкального жанра. Характерные черты джаза – импровизация, полиритмия, свинг и красочные гармонии. В Советском Союзе джаз приобрел широкую известность в 30-е годы. В конце 40-х годов был объявлен идеологически чуждым направлением и вновь легально зазвучал лишь в 50-е и 60-е, в период так называемой «оттепели». Сегодня в России джаз любят и уважают, хотя не все понимают. Джаз считается одним из самых сложных для восприятия видов музыки, который требует напряженной работы мозга. А исполнение джаза и особенно джазовая импровизация – еще более сложная задача и для слушателя, и для исполнителя. Но Щелковский духовой оркестр великолепно с ней справился. Профессиональное исполнение и прекрасные голоса никого в зале ТКЦ «Щелковский театр» не могли оставить равнодушными. Остается добавить, что управляли всем этим великолепием главный дирижер оркестра, заслуженный работник культуры Московской области Александр Базилюк и дирижер Виталий Ананиев. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.